Всем привет, с вами Распаковка. И сегодня на нашем столе самый дикий блокбастер уходящего года. Far Cry Primal. Душа дикаря. Игра, от которой буквально пышет первобытной энергией. Итак, что же внутри? Катонная томогавка? Или, быть может, костяные бусы? Хе-хе. Знаете, вы никуда не уходите, а я сейчас вернусь. Хе-хе, то-то. Современному человеку без специального оснащения в мир игры лучше не соваться и коллекционку не открывать. Ну, как видите, я подготовился, так что приступим. Так, снимаем обложку, а под ней... А под ней еще одна обложка, которая состоит из двух створок, которые вот так классно оформлены. Здесь вот так клацает картонными зубами символ этой части Far Cry, саблезубый тигр. Но мы-то с вами знаем, что на самом деле речь идет о виде Смеладон Фаталис, который населял территорию Северной и Южной Америк более 10 тысяч лет назад. Что удивительно, поскольку действие игры происходит в Румунии. Что вкладывают в современные коллекционные издания? Конечно же, две вот такие коробочки. Одна из них пластмассовая, другая металлическая. Здесь находится непосредственно диск с игрой, как видите, у нас версия для PlayStation 4. А это... это просто будет круто смотреться у вас на полке, рядом с каким-нибудь бивнем слона, который вы потом кровью добыли у какого-нибудь старьевщика. Я сказал, что действие Far Cry происходит в Румынии, но это чисто технически. А формально эта страна называется Уруз. Огромная территория, на которой есть горы, долины, холмы, реки. И там очень сложно ориентироваться без карты. Ну и, собственно, вот она карта. Здесь отмечены все интересующие игрока точки. Например, подбище мамонтов или места, где страдают арифматизмом пещерные медведи. На самом деле, очень похоже на карту 4-го Far Cry. Другое дело, что там действие происходило на Тибете, а это Румыния. Но, с другой стороны, если в Румынии могли появиться сублезубые тигры, то почему бы там не мог образоваться собственный Тибет? Совпадение? Не думаю. Еще в этом издании, естественно, есть промокод. С его помощью можно загрузить три дополнительных задания. Также оружие для главного героя Такара, дубинка Кровь Шасти. Ну, потому что ничто не внушает столько ужаса доисторическим чудовищам, как вот такая вот небольшая скромненькая дубинка. Также здесь есть четыре комплекта усилений для животных. Ведь одна из фишек Far Cry Prime в том, что главный герой может приручать диких зверей. Если у вас нет собаки, то у вас наверняка есть сублезубый тигр, волк или, быть может, медведь. Ну, или мамонт, на котором так удобно ездить по местным прериям. И, наконец, главная фишка этого издания — разговорник Виджа. Дело в том, что разработчики заморочились и наняли профессора лингвистики, который специально для этой игры разработал язык, на котором говорят местные племена. И здесь есть, ну, своего рода, краткий курс. Смотрите, как круто. Название животных, вот название оружия, какие-то слова из жизни племени. И картинок много. Эх, мне бы такой учебник в пятом классе. Я бы, может, тогда и не немецкий в качестве второго языка выбрал. Но если вам и этого мало, то на диске с саундтреком из игры есть аудиозаписи языка Виджа, специальная методика обучения. Вот представьте, едете вы на учебу или на работу и повторяете за диктором не какой-нибудь там банальный «Лондон is the capital of Great Britain», а «Сушдугиштар пурбиянха». Ну что же, Far Cry Primal — одна из главных игр этого месяца, очень красочная и увлекательная. Кстати говоря, к нам на студию, прямо вот сюда, приходил сам Аскольд Запашный, чтобы оценить ее первобытный колорит. Результат вы сможете увидеть в новом выпуске от Винта у нас на сайте. Ну а что касается этого издания, про него очень метко выразился один мудрец племени Винджа. Суан Браштар. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok